Сегодня мы рассказываем о Марьяме Хакимжановой. Она стала первой женщиной в Казахстане, которую назвали профессиональным писателем и поэтом. Поэтический дар Марьям не случайен. Он достался ей по наследству от деда Ибрая Алтанцарина. Марьям является родственницей великого просветителя по линии его дяди Кошана. Мать Марьям, Толиген Джансахалхазе, долгими зимними вечерами, занимаясь бесконечными домашними делами, своим детям пела песни, рассказывала всевозможные старинные предания. Родилась Марьям 15 ноября 1906 года в местечке Мезгель, находившемся недалеко от нынешнего поселка Щербакова в Алтанцаринском районе нашей области. Здесь, под чистым Костанайским небом, под сенью леса и рядом со степью, и прошло ее детство. Мезгель мой, край берез, синеглазый, белоствольный, Я люблю твое приволье до блаженства и до слез. И моим глазам тогда яркий мир предстал воочию, Потому любой строчкой рвусь к тебе, Мезгель, сюда. Из ствола березы белый, белый остов, белый клин, И над этой колыбелью мать певала Ак-Каин. «Колыбель моя Мезгель, край березового света, Ты мне путь мой озарил, а тебе стихи поэта». Отец Марьям Хакинжану умер очень рано, Когда девочке было шесть лет, И заботой о воспитании пятерых детей легли на плечи матери. Неграмотная женщина, занятая тяжелым трудом, Сумела воспитать их хорошими людьми. «Ты, мать моя, все испытала, пережила, Давление времени слепого, безликость зла, Тоску сиротства, вдовью долю и смерть и страх, Когда от голода и муки рябит в глазах. Но ты, не сдавшись, поднимала всех сыновей, Спасла от смерти, воспитала среди людей. И имя матери, святое из давних лет, Ты, мать, стократно оправдала. Высок твой свет». Такие строчки напишет Марьям позже, Когда матери уже не станет. А тогда, в 1930 году, до 15 лет не умевшая читать девушка, Стремясь к знаниям, уезжает в Алмату, Учит русскую грамоту. Через два года поступает на РАПФАК При Казахском педагогическом институте. Затем работает в Казахском государственном издательстве. А потом в журнале Айель Чендегэ. Сейчас он носит название «Казахстан Айель Дерэ». Начали складываться стихи. Они были о том, что происходило вокруг. О девушке-куляш, 18 лет работающей бригадиром тракторной бригады. О людях, растящих хлеб, о родных местах. Появляются и лиричные строки о первой любви, первом поцелуе. Это не случайно, ведь ее в жизни появляется любимый человек, ставший ее мужем. Высокий лоб, разлет бровей, меня зовущий взгляд. Пьянею я, когда в упор твои глаза глядят. Они сжигают душу мне, лишь ими я жива. И горячат меня твои волшебные слова. В 1934 году по направлению на работу мужа Сергали Бермухамедова, они переезжают в Оренбургскую область. Но счастье совместной жизни было недолгим. Муж, сам работавший в НКВД, был арестован как враг народа и расстрелян 12 февраля 1938 года. Реабилитации его Мария Мопа пришло ждать 20 лет. В 1957 году честное имя чекиста Бермухамедова было восстановлено. Но звал лебедей перелет, иному пространству навстречу. Короткое слово «прощаясь» с тех пор сберегла я навечно. Прощаясь с любовью своей, печалятся лебеди сами. И кажется мне, что у них зрачки тяжелеют слезами. Прощай, мой любимый, прощай. Но помните дни, они рядом. Как жизнь без тебя не сладка. Хоть раз бы найти тебя взглядом. После ареста мужа осталась Марьям с двумя детьми на руках. Атымтай и Нуржамал. А еще на ее попечении были младшие братья мужа. Махзум и Сапаргали. А также дядя Бесимбай, брат отца. К чему вспоминать, если все не вместится в слова? Безвременно сникший цветок распрямиться не сможет. Я в 31 испытала всю тяжесть давства. Я знаю, как душу в ночи одиночество гложет. Марьям Хакимжанова участвовала в работе Первого съезда Союза писателей СССР, состоявшегося в 1934 году. Вскоре увидел свет первый сборник ее стихов. Песни «Мои тетушки», обратившие внимание читателей лиричностью, истинностью, задушевностью. Основной темой их является героический труд советских женщин. Сборник составил Биембет Майлин, поэт-земляк, один из основоположников казахской советской литературы. Предисловие написал Абдельда Тажибаев. Этой книгой Марьям Хакимжанова заявила о себе как о вполне сложившемся поэте. Два года, с 1935 по 1937, Марьям проработала заведующей библиотекой в Домбаровском районе Оренбургской области. В годы Великой Отечественной войны стихи Марьям Хакимжановой публикуют на страницах фронтовых и республиканских газет и журналов. Узнав о Маншук Маметовой, совершившей большой подвиг, она написала поэму «Маншук». Передо мной встает она, черноволоса и стройна, с мужской выправкой в седле, с морщинкой гнева на челе, и сердце ранит скорбный звук. Он говорит «Маншук, Маншук». Как песня жизнью светла, как взмах орлиного крыла, но как разящая стрела она врагу бедой была. Ты слышишь пульс истящий звук? И шлет врагу «Маншук, Маншук». Другой девушке-казашке Алие Молдогуловой, ставшей в строй молодой бесстрашной и погибшей во имя победы, посвящено стихотворение героиня. Имя твое, Алия, никогда не забудется. Имя, что песню нежной звучит на устах. Ясные думы твои и мечты твои сбудутся. Подвиг твой, жизнь будет факелом в наших сердцах. Подвиг твой светит звездой на груди бесконечности. «Дочь Ленинграда без промаха била врага. Это земля, где лежишь ты под пламенем вечности. Нам, как священная память, всегда дорога». После войны Хаким Жананова продолжает работать. Ведь мне, как и моей стране, дышать рабочим ритмом надо. С 1939 года по 1948 годы руководит отделом народных акынов Союза писателей Казахстана. Затем работает научным сотрудником в Академии наук Казахстана. Работает в журнале «Новая жизнь». Но за всеми жизненными перипетиями, за работой, Марьям Хаким Жанова никогда не забывала о своей родине. «Как горячи, как искренние волнения, Все это ты, мой милый Кустанай, Стихал, дал крылья, а душе паренье, Твой обновленный, твой цветущий край. Я эту степь вдали не позабыла, Степные строки сердце сберегла. Когда-то эта степь была уныла, А нынче так добра и так светла. Расходятся дороги вправо, влево, И город дарит нам свои лучи, Как будто золотую чашу дева Ввысь над землей подняла в ночи. Я не видала зрелища такого, Оно к себе притягивало нас, И родилось взволнованное слово, И вслед за словом песня родилась». В сборниках «Любовь матери», «Сердце матери», «Легенда о цветке», «Честь» Марьям Хаким Жанова перевела на казахский язык Многие произведения литераторов Республик СССР. Также была редактором книг на арабском языке, Так как хорошо владела этим языком. В 1976 году вышел сборник избранных стихов «Перевалы». В нем присутствует гражданская философская лирика, Стихи, исповеди, послания, Маленькие поэмы и легенды, Баллады и толгау. В октябре 1976 года За большие заслуги в развитии казахской культуры Поэтессе было присвоено звание «Почетный гражданин города Кустаная». По становлению правительства Республики Казахстан От 1999 года Щербаковской средней школе Алтанцаринского района Присвоено имя Марьям Хаким Жановой. Имя поэтессы Также носит средняя школа номер 20 города Кустаная И одна из улиц областного центра. Марьям Хаким Жановой написаны более 30 книг, Множество статей и очерков. Она внесла большой вклад в дело собирания фольклора И популяризации творчества аквинов «Жирау» Шерши. Она была в числе первых, кто открыл для слушателей и читателей Выдающегося сказителя, певца Моржин Жирау, От которого были записаны бесценные сказания из большого цикла «Харамнан-Карахбаторе». Стихи Марьям Хаким Жановой переведены на русский, узбекский, карагалпакский, кыргызский, китайский, белорусский, армянский языки. За творческое мастерство и пропаганду общечеловеческих ценностей Она неоднократно награждалась почетными орденами и медалями Медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне Медалью за трудовое отличие, почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР Марьям Хаким Жанова, прожив долгую и нелегкую жизнь, умерла 7 февраля 1995 года На стене дома, где жила поэтесса, была установлена мемориальная доска Память о Марьям Хаким Жановой, ее личные вещи, книги и другие экспонаты Хранятся в Мемориальном музее Ибраал-Тансарина в городе Костанай Я жизнь люблю и не устану петь ей светлый гимн, чтоб не случилось Я принимаю каждый миг как милость и не печалюсь, что там будет впредь А коль случится этот страшный час, я улыбнусь светло, непобежденно И не уйду, останусь среди вас, прощального, не издавая стона Так писала поэтесса о себе, зная, что оставляет после себя Свои прекрасные стихотворения Наша библиотека предлагает книги Марьям Хаким Жановой Всем любителям поэзии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!